Пожар на седьмом этаже многоэтажного дома ликвидировали пожарные Бурлинского района. Прибывшие на место пожарные подразделения произвели эвакуацию и спасение жильцов дома по лестничным пролетам и с применением автолестниц. Жильцы 18-го дома 10-го микрорайона стали свидетелями прибытия служб спасения и эвакуации людей из соседнего подъезда. К счастью, пожар был ненастоящим. 21 сентября отделом ПЧС Бурлинского района были проведены учения по ликвидации условного пожара. Учение проводится с целью профилактики пожара в городе. Об этом сообщил глава города, который принимал участие в профилактических мероприятиях. В этом году по городу Аксай в августе месяце совместно с отделом ЧС, полиции и местными исполнительными органами были обследованы все многоэтажные дома, это пятиэтажки и девятиэтажки по городу. По результатам обследования жителям, председателям КСК и ОСИ были даны рекомендации по устранению нарушений в сфере пожарной безопасности. И вот сегодня на базе 18-го дома 10-го микрорайона проводятся пожарно-тактические учения с привлечением сил отдела чрезвычайной ситуации, представителя местных исполнительных органов, газовых служб, отдела полиции, представителей медицинской службы, а также кооператива собственных квартир. Основная цель учения это наглядно на практике показать жителям, как вести себя в случае ЧС. Думаю, данные практические, тактические учения реально окажут помощь для предотвращения подобных ситуаций на территории города. В чрезвычайном происшествии принимали участие все службы спасения. Аварийная служба горгаза, кареты скорой помощи, техника для пожаротушения, полицейские автомобили, которые перекрыли дорогу другим автотранспортным средством для свободного доступа пожарной техники и других служб. В целях отработки тактики тушения пожаров в многоэтажных жилых домах нами проводятся учения. Согласно вводной, в городе Оксай 18-й дом, в подъезд номер 2 на 7-м этаже произошел пожар, в результате которого имеется два пострадавших. В тушении, в ликвидации пожара задействовано 36 человек и 11 единиц техники. Из второго подъезда эвакуировано 18 человек. Двум пострадавшим оказывается медицинская помощь, доставленная в районную центральную больницу. Во время пожара спасатели эвакуировали двух пострадавших. Одного через лестничный марш вынесли и доставили в машину скорой помощи. Второго эвакуировали с помощью автолестницы через окно. На тушение пожара первыми прибыли лично составе 9-й пожарной части 2 единицы техники, 16 человек. В первую очередь было подано автолестницы на 7-й этаж для эвакуации пострадавшего. И с подъезда одним звеном ГДЗС было произведено эвакуация людей. Одного пострадавшего эвакуировали с окна 7-го этажа, так как он остался в квартире, и эвакуационные пути были задымлены, и была высокая температура в подъезде. По словам организаторов пожарно-тактических учений, в большинстве случаев возникают проблемы во время тушения пожаров. Это паника среди населения, когда люди могут растеряться и не знать, как действовать. В проводимых учениях проверяется тактика самих спасателей и прививаются навыки жителям многоэтажных домов. В ходе учений условный пожар был локализован, а потом и полностью ликвидирован силами служб спасения. Пострадавшие доставлены в районную больницу. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия, Карачаганак.